Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня, вторник, 9 мая, мы с вами прочитаем отрывок из книги Деянистых апостолов, 10 главу, с 21 стиха по 33. Вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, «Я тот, которого вы ищете, за каким делом пришли вы?» Они же сказали, «Корнилий сотник, муж добродетельный, боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела по велению призвать тебя в дом свой, послушать речей твоих». Тогда Петр, пригласив, и угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, создав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря, «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им, «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека, скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. И так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал, «Четвертого дня я постился до теперешнего часа, в девятом часу молился в своем доме, и вот встал предо мной муж в светлой одежде и говорит, «Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом». Итак, пошли в Иопиево, призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме Кожевника, Симона при море. Он придет и скажет тебе, «Тот час послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Итак, братья и сестры, мы с вами слышим продолжение той истории, которую мы слышали и вчера. Это 10 глава, тоже один из важных таких поворотных моментов. Конечно, с обращением апостола Павла, может быть, мало что может сравниться по своей фундаментальности, но тем не менее мы видим, как потихонечку Господь открывает, не только через Павла, но и через других апостолов, что христианство должно быть открыто всякому человеку, «Всякому, кто ищет Бога, Бог откроется, абсолютно вне зависимо от теоретических, внешних, формальных предпосылок. Всякий, кто ищет Бога, его обретет». А вот какая мысль, в общем-то, если ее так выражать немного другими словами, заключается в сегодняшнем отрывке и вообще вот в этом видении апостолу Петру. Итак, мы видим, что люди приходят от Корнилия Сотника к Петру и объясняют, зачем они пришли, просят пройти Петра с ними. И Петр соглашается. Петр, пригласив, угостил, на другой день встав пошел с ними, и некоторые из братьев пийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Помню, что Кесария – это город где-то в 80 километрах приблизительно от Иерусалима, где находилась где-то с шестого года до Рождества Христова резиденция римского наместника, то есть прокуратора, Кесария. А, собственно, она так и называлась. Кесария от имени Кесаря, Цезаря. Итак, значит, это резиденция римского прокуратора. Там же, соответственно, находились и войска, поэтому Корнилий Сотник тоже, соответственно, послал за Петром именно, чтобы он пришел в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил, поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря, «Аминь, я тоже встань, я тоже человек». Действительно, мы видим, здесь приходится прикосновение. Традиция языческая, античная, так скажем, и иудейская. В иудаизме, напомню, Бог абсолютно недосягаем, абсолютно трансцендентен, абсолютно надмирен, и поэтому, в общем-то, поклоняться можно только Ему, а человеку ни в коем случае поклоняться нельзя, ни в каком виде. А у язычников, вы помните, в общем-то, поклонение людям как богам, в особенности, конечно, императорам, оно потихонечку нарастало. Мы помним из книги «Апокалипсис» мы занимались этой проблематикой, что если Юлий Цезарь сам, конечно, к этому не стремился, то он еще и не был таким императором в полном смысле этого слова, хотя его тоже ввели в понтон богов уже после его смерти, то Октавиан Август, хотя и не форсировал свое почитание, но все-таки мы помним, что ему храм был построен в одном из городов Малой Азии, насколько я помню, в Смирне, потому что в Пергаме тоже, вы помните, был построен храм Тиберию, или как раз в Пергаме, по-моему, был Октавиан Август, что в Смирне Тиберию, а в Эфесе Домициану. Ну, в общем, это все можно вспомнить, посмотреть, и так важно. Главное, что Октавиану храм уже строился, потом следующему императору Тиберию тоже, хотя они, конечно, еще этого не требовали. Так, основательно, как, скажем, пытался это сделать Каллигула, или, в конечном счете, Домициан, и некоторые после него. И так вот и соприкоснулись эти две традиции. Корнилий падает перед Петром, Петр поднимает и говорит, «Я тоже человек, встань». Беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. Сказал, «А вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека, скверным или нечистым». Так вот, ключевой момент. Петр правильно понимает, правильно интерпретирует то, что хочет сказать ему Бог. И, собственно говоря, эта интерпретация, скажем, правильная, она сопровождается его правильными действиями. Он идет к Корнилию навстречу, он приходит к нему в дом, он соприкасается с язычником так или иначе. И вот комментируя этот момент, комментируя, может быть, и для самого себя, и для окружающих, он и говорит, что «Вы-то знаете же, что нельзя соприкасаться, ни в коем случае нельзя, четкая граница, четкое разделение. Но Бог открыл, чтобы я ни одного человека не почитал нечистым». Рушится граница между чистым и нечистым. Это ведь не только человека касается. Мы помним потом, Павел ведь напишет, что для чистого все чисто, и вообще нет ничего самого по себе нечистого, если только кто-то что-то нечистым почитает. Только так, и никак иначе. Вот, и здесь мы видим, что это разрушение, так сказать, этой стены, оно происходит в контексте общения иудея и язычника. Стена между ними разрушается. И дальше читаем «Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. И так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня к Корнилию. Сказал, четвертого дня я постился, теперь речневый час. Я там час и молился о своем доме. Вот передо мной муж в светлой одежде. И говорит, Корнилию, услышана молитва твоя, и милостынь твоей воспоминулись перед Богом. И так пошли в Иопию, призови Симона, называемого Петром, он гостит в доме Кожемника, Симона, Приморья. Он придет и скажет тебе, тот час послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Итак, мы видим, как Корнилий рассказывает со своей стороны, что его тоже ангел сподвигнул на то, чтобы он пригласил Петра. Вот происходит встреча двух миров. В общем-то, если не брать эфиопского евнуха, или вот еще, ну да, поскольку, по сути, у нас эфиопский евнух, это был, наверное, такой первый пример. И, соответственно, здесь уже Корнилий сотник, то есть такой явный язычник. Это вот встреча на странице деяний, а такая первая серьезная, даже еще до деятельности, до проповеди апостола Павла. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы сегодня с вами читали книгу «Деяния стих апостолов», 10 главу, с 21 по 33 стих. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, что в нем заключены великая отрада и утешение наставления. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес.